Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как устроена Вселенная? Новые миры, планеты и звезды, невидимые пространства и черные дыры. Все это наша Вселенная. Простейшие и одноклеточные, кварки, адроны и нейтрино, это тоже все наша Вселенная. Миллиарды галактик и солнечных систем. Не может быть, чтобы мы были одни во Вселенной. Хотите узнать еще больше? Тогда эта книга для вас. Общие сведения о Солнечной системе и о месте планеты Земля в ней. Наша Вселенная такая необъятная, неизведанная и прекрасная. Что мы знаем о ней? Да в сущности, практически ничего. Все наши исследования и убеждения всего лишь предположения. Возможно, мы видим лишь оболочку, доступную нашему глазу. А на самом деле все совершенно иначе. В школе нас учат тому, что Земля вращается вокруг Солнца, как и остальные восемь планет. Однако даже наша Солнечная система устроена намного сложнее. Поэтому, пожалуй, стоит начать с самого начала, с места нашей родной планеты в необъятной Вселенной. Земля вращается не только вокруг Солнца, из-за чего сменяются времена года, но и вокруг своей оси, сменяя день и ночь. Но даже в этой прописной истине не все так просто. Земля вращается вокруг Солнца не ровно 365 дней, а 365 суток 25 минут и 9 секунд. И этот остаток 25 минут и 9 секунд стал причиной введения високосного года, поскольку за 4 года этот остаток образует целые сутки. Так появилось 29 февраля. Интересный факт. Многие народы когда-то использовали лунный календарь. Так в месяце было 28 дней, а самих месяцев было ровно 13. Ориентироваться по Луне было весьма удобно. Возрастающая Луна – начало месяца, полнолуние – середина месяца, а убывание – конец месяца. Но позже от этого отказались, поскольку число 13 укоренилось в фольклоре как «несчастливое», а затем христианство и вовсе наложило черную печать на него, поскольку это число обозначало количество чертей в каждом кругу ада. Отсюда и пошло выражение «чертова дюжина». Также лунный календарь, несмотря на свое якобы очевидное удобство, ведь месяц длился ровно 4 недели, имел свой недостаток. Год был равен только 364 дням. Так накапливалось еще больше лишнего времени. В итоге получается, что за 34 года лунного календаря накапливается один лишний год. Сначала календарь продлили до 29 в коротком и 30 дней в длинном месяце, но позже и вовсе отказались от этой идеи. Итак, возвращаясь к основной теме, Земля – самая тяжелая по массе и плотности планета так называемой «земной группы», в которую входят кроме Земли Меркурий, Венера и Марс. Их также называют внутренними планетами, поскольку с одной стороны располагается гигант Солнца, а с другой окружены газовыми планетами-гигантами – Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Также Земля вращается по прецессионной оси. Слово «прецессия» звучит страшно, но на самом деле это простейшее физическое явление, которое мы довольно часто наблюдаем в быту. Например, если запустить волчок, то сначала он крутится идеально ровно, а со временем начинает замедляться, раскачиваясь из стороны в сторону, и движется по спирали. Это явление и называется «прецессия». Поскольку в космосе действуют другие законы тяготения, прецессия Земли зависит от притяжения Солнца и Луны, которые раскачивают ее ось. Касательно нашей планеты это физическое явление называют по-другому – предварение равноденствия. Сампл complete. Ready to continue? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...